Всем привет, с вами снова Илья, это прогноз курса биткоина и других криптовалют на 11 апреля. Начинать мы, как обычно, будем с BTC и давайте взглянем прежде всего на то, что у нас происходило с пятницы. Именно тогда был, в общем-то, последний прогноз по дальнейшему движению биткоина. Что мы здесь увидели? Мы действительно изначально увидели пробойное движение вниз за вот эту вот трендовую линию, однако горизонт падения оказался даже больше, чем я предполагал. То есть я предполагал, что будут выбивать, скорее всего, вот этот вот минимум, вот этот минимум, но пошли даже значительно ниже, около 500-600 долларов, еще после этого мы снижение увидели. В итоге действительно рост, действительно возврат, но за счет вот этого более глубокого и сильного снижения здесь потеряли около 1000 долларов и, в общем, поэтому порядка 1000 долларов в итоге и не дошли. То есть размеры импульса примерно понятны, но в реальности остановки здесь у нас в других местах. В общем, забейте, сделка фигня получилась и поэтому давайте сразу приступать к тому, что у нас происходит дальше. Значит, цена практически достигла уже моих первых точек входа по вот этому вот общему снижению, которое у нас проходит уже с 48 тысяч долларов. Напоминаю, что обозначал я вот этот вот зеленый диапазон с двумя точками входа, на мой взгляд, которые здесь будут максимально сбалансированы. Это 40 тысяч долларов, стира 40 тысяч 100. И вторая это где-то 41 тысяча 700, 41 тысяча 800 долларов. Я обозначал 41 тысяча 715. Здесь, естественно, до нее буквально 30, по-моему, 40 долларов не дошло, но мне кажется, что эта ситуация исправится уже в ближайшем будущем. Теперь давайте немного расскажу по поводу дальнейших ожиданий. Смотрите, вот эта вот пауза, которая у нас была около 43 тысяч 500 долларов, на мой взгляд, соответствовала в предыдущем цикле снижения вот этой вот паузе, которая у нас была 18-19 февраля. Здесь мы идем практически точно по сценарию. То есть, вот они вот эти вот две вершины неудавшегося размаха. Далее, остановка с небольшой попыткой, конечно, пробиться наверх, но дальше у нас идет снижение, снова попытка роста. И вот, мне кажется, что это та самая попытка роста была, которая была предпоследней уже перед завершением цикла падения, которое у нас было с 9 февраля по 24 февраля. Мне кажется, что оно будет в целом примерно аналогичным. Не сказать, что вот графики с тентом идентично повторяются, но суть примерно остается той же самой за счет того, что неизменны особо у нас поведенческие признаки толпы, да и неизменно особо алгоритмы также поведения крупного капитала. Именно за счет того, что неизменны поведенческие признаки толпы, и обуть ее, в принципе, так же легко, как и 18 февраля, я полагаю. Теперь давайте посмотрим, значит, по поводу дальнейшего плана. То есть, как раз-таки горизонт снижения, как я уже сказал, на мой взгляд, как всегда к трендовой линии, потом снова намек на рост, далее ложный пробой этой трендовой линии, и уже после этого чаще всего мы будем выходить наверх. Почему? Не хочу брать именно на ложном пробое, я вам уже говорил, потому что есть основания полагать, что ложный пробой может быть не таким значительным. Например, вот в этом диапазоне у нас трендовая линия практически никак не пробивалась. Здесь у нас был существенный пробой, но не очень большой. Здесь очень большой пробой. В итоге угадать, какой именно будет пробой здесь практически нереально. В итоге, как бы, моя стратегия, она здесь именно по лонг-позиции основана на распределенном наборе. То есть, что-то на недоходе, что-то на тоже довольно важном уровне, который на 41 700 здесь приходится, что-то на более низких ценовых значениях. Ну и широкий стоп здесь я вынужден также выставлять. Я бы сказал, что это сделка что-то между таким среднесроком и инвест-позицией, потому что прежде всего здесь я ищу не сетап, здесь я ищу ценовой параметр хороший. В данном случае ценовой параметр мне кажется хорошим около 40 000 долларов, даже несмотря на то, что я буду вынужден выставлять стоп порядка 10%. Горизонт роста здесь тоже очень приличный. Со средней ценой входа где-то около 41 000 примерно. Мы даже при возврате к 48 имеем порядка 20% прироста. То есть, в итоге у нас 2 к 1, даже лучше чем 2 к 1, извиняюсь, 2,5 где-то к 1 у нас идет только по первой где-то цели, по усредненной обдошкал цели, что в принципе меня полностью устраивает. И даже брать вслепую я здесь без какого-то сетапа готов. Если будут выбивать стоп, это печально как минимум, но в принципе готовым к этому быть нужно всегда, когда вы берете лонг просто под ценовым параметром, без каких-то разворотных сетапов. Теперь по краткосроку здесь придумать вообще нечего. Я вот смотрел сейчас до этого выпуска какие-то возможности, и честно говоря здесь пока они мне не кажутся какими-то интересными. Проблема заключается в том, что даже несмотря на то, что ход биткоина он примерно понятен, он даже особо не изменился за миллиарды лет эволюции, я бы сказал, что это падение. Далее у нас идет плетовое движение, ну и там дальше снова падение. В итоге это казалось бы легко проторговать, но проблема в том, что с этими плетами у нас биткоин совсем по-разному разбирается. Иногда это, как вот мы видели в прошлый раз, резкое движение, резкий рост, и потом уже такое более плавное снижение с какими-то импульсами. Сейчас мы увидели наоборот ситуацию на предпоследнем флете. Сначала резкий рост и выход наверх, после этого уже снижение. То есть зачем я вам показываю это и рисую, если у нас график это сам уже нарисовал. Ну вот, в общем, видите здесь как разбираются с аплетом, и как здесь разбираются примерно аналогично по структуре, по ширине, по длине флэтом. Поэтому вписаться здесь удачно, ну очень сложно, практически не представляется возможным. Где-то видите у нас флэт вообще такой, в принципе нормальный, и который даже торгуемый, где-то он не торгуемый. Поэтому я тут решил, что с краткосроком, я пока поприменю краткосрочно, у меня есть мои любимые монеты, которые периодически там даже что-то подкидывают. Сейчас мы к ним перейдем. Давайте будем начинать с биткоина и с биткоина по отношению к биткоину, говорю, с эфира. Но с эфира по отношению к биткоину. И здесь у нас ситуация примерно такая, как мы обрисовывали. То есть фактически мы увидели сейчас еще одно перебить и вот это вот хая, но впоследствии уже откатное движение. Откатное движение здесь, напоминаю, зреет уже довольно давно. И зреет оно, исходя из того, что горизонт роста по фигуре с учетом ее до накопления, он уже подходит к своему завершению. А значит и снижение здесь, оно может быть довольно существенным. График по отношению к BTC. Я бы сказал, что процентов, наверное, 10. Эфир по отношению к BTC здесь может локально потерять. Поэтому нам и график по отношению к USDT здесь не кажется таким уж привлекательным. Я изменил видение текущей ситуации. Точнее, видение текущей ситуации неизменно. Но сетап, который... Сетап, извиняюсь, паттерн, который у нас находится на вершине рынка, здесь уже подвергается небольшому пересмотру. Мы увидели, что развитие не получила у нас фигура расширяющаяся формация. В итоге вместо этого у нас BTC ушел в боковую формацию после вот такого вот снижения. И это все дело, скорее всего, на мой взгляд, оно будет еще несколько вниз пробиваться. И мы можем рассчитывать как на ширину вот этой вот фигуры, так мы можем рассчитывать и на, в принципе, предыдущий импульс, как это у нас было по ряду других монет и так далее. Поэтому по эфиру, мне кажется, ситуация медвежья, но пока без каких-либо телодвижений. Мне бы хотелось получить хорошую точку входа. Есть сомнения, что я ее получу. Но мне бы хотелось те же самые 3300 получить. Иногда у нас эфир будет рисовать нечто такое. И вот здесь я бы хотел его ждать. Поэтому давайте идем пока что дальше. Дальше у нас Луна здесь. Что за трейдер опытный? Здесь наверняка такую сделку открывал. Мы увидели отработку сетапа. Мы увидели довольно сильное снижение. И даже без особой нервотрепки у нас Луна дала все, что должна. Более того, она еще и нам точку входа впоследствии после еще обзора. Поэтому тут не заработать просто импособл. Поэтому давайте посмотрим. Значит, это все дело потрясающе. Конечно, у нас заработалась и величина предыдущей. Вот это вот импульса и величина самого треугольника. И все здесь прекрасно. И сама Луна вообще сейчас уже 88. С другой стороны, я вот глядя на ситуацию, которая у нас есть по Луне, Технически здесь вообще не вижу каких-то таких просветов по блокад, что ли. Воспользуюсь формулировкой вечного анализа. Здесь никого просвета в облаках нет. Единственное, что у нас есть, это какие-то небольшие отрастания монеты в периоды перебития каких-то предыдущих локальных лоу, что в принципе нормальные, что в принципе будет встречаться практически всегда. А так каких-то сил быки вообще не показывают. И более того, посмотрите на боковые движения, которые просто у нас выносятся даже без каких-либо ложных пробоев. Поэтому тут пока что ситуация довольно-таки интересная. Но цена у нас достигла вот этого вот важного лоу, от которого началось вот это вот все движение последнего роста. Поэтому по Луне мы, честно говоря, нередко здесь будем встречать очень интересную ситуацию. Казалось бы, просто жесть, и нам падать и падать. Но иногда она чуть-чуть попадает, буквально, и довольно быстро вот так вот будет отрастать. К чему это я? А не к тому, что нам здесь нужно брать лонг. К тому, что такой рост иногда будет ограничен где-то отметкой около сотни. И здесь, естественно, еще один шорт по Луне. Потому что кроме шорт позиций по Луне, у меня позиций больше никаких нет. И более того, я вам скажу, что последней сделкой я даже в их выхожу уже теперь в противостоянии против Луны победителям. Пока что только по ПНЛ. Но по части сделок плюсовых-минусовых, просто, да, по статистически, там уже счет практически равный. Теперь давайте, значит, посмотрим дальше. Вот по Луне я вам присылал в дальнейшую ситуацию. Теперь по Доге. Доге у нас был более скромный в плане прибыли. Не так он много решил нам денег отдать. Несмотря на то, что шорт-то был с 16 центов. И казалось бы, там падение до 14, и все прекрасно. Но ждать мы его на 13. Поэтому я бы сказал, что только 2 третьих он от всего потенциала отработал. Опытом движения наверх, наверняка сбил все безубыточные стопы. И поэтому... Да что ж такое? И поэтому здесь мы сейчас будем смотреть на то, что по нему еще можно предложить. И забегая вперед, я скажу, что это, скорее всего, будет еще один шорт. Почему? Потому что у нас цену и все это снижение остановила зона поддержки своеобразная. И, честно говоря, в нее очень слабо верится на таком рынке. И с учетом того, как она выглядит здесь четко, здесь есть наверняка большое количество стоп-родеров, тех самых лонг-позиций, которые радостно здесь покупали от трендовой линии. И боюсь, что они довольно серьезно растянуты, иногда даже до тех же 13 центов. Поэтому тут я смотрю на 2 трейда. Первый трейд, он в шорт-позиции на пробои. Вот здесь я думаю, что на пробои мы должны увидеть хорошее ускорение. И часто мы можем здесь забрать даже несколько процентов. И вторая идея, которую я здесь рассматриваю, это идея уже как раз после того, как цена у нас соберет все стоп-родера. В этот раз я заложу побольше. По-моему, здесь импульсы бывают очень неплохие. И, например, в диапазоне около 13.20, там 13.40, здесь можно просмотреть на лонг-позицию такого локального отскока после того, как эти все стопы соберут. Конец истории. Я на этом с вами прощаюсь. Напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. И ни в коем случае не инвестируйте в то, что вы не готовы потерять. Также всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения. Своё торговое решение принимайте самостоятельно. Я сам обращаюсь. Всего хорошего и пока.